всем привет да я сейчас собираюсь на выход идем сейчас с гусей уже минут через наверное так сколько сейчас время где-то через шесть минут мне надо выходить я еще не до конца собралась вчера записала его и его записала и пирожка на сегодня просто в разное время к ветеринару вот с утра мы идем с гусей будем ему проводить стандартную процедуру для всех котов потому что он себя очень плохо ведет я если честно вчера была вообще в шоке от его поведения после результатов его поведения пришлось мне стирать одеяло простынь все слои которые были снизу чухол на диване сам диван и одежду на мне это был вообще нонсенс я так поняла что он требовал чтобы его покормили покормили сию секунд на именно в тот момент когда он этого хотел но я не уверена вообще свойственно ли такое поведение кошка может быть это связано с чем-то другим но это был вообще трэш вот я поняла что терпеть уже невозможно потому что я перестирываю все одеяло все постельное кстати постельное он меня вообще убил за два дня до того как он это совершил со мной со мной и с постельным он сделал то же самое только без моего участия и я постирала комплект который был новый желтый я вам показывала в клеточку с цветочками такой позитивный я так радовалась что он такой белый поднимает настроение и он новый в хорошем состоянии приличный короче мне пришлось его постирать стирать постельное вообще написано где-то 30 где-то 40 градусов рекомендуется но в такой температуре вот этот запах который от кота остается после его деяний никак не вывести и он будет туда ходить ходить и ходить я решила но на 60 я конечно не стала делать потому что ну горячая вода все-таки может окраситься ну сделала что-то среднее на 50 поставила не сильно долгая была не сильно долгий режим выбрала но в итоге это конечно было разочарование постельное испорчено больше нет там белого цвета это все молочное местами желтоватая короче это был первый раз когда я его постелила и я даже неделю не смогла додержать я стараюсь ну как стараюсь да у нас в основном где-то постельная лежит с виноватым видом как будто бы понимает неделю короче вот я постелила неделю проживает постельная меня вот неделя не прошла на 34 радовала меня это постельная теперь радовать больше своим прекрасным видом не будет в общем мы пойдем сегодня вот сейчас прям с утра мы пойдем я попросила еще чтобы сделали нам осмотр потому что в предыдущей клинике мне вообще не понравилось как посмотрели его толком не прощупали ни зубы не посмотрел в ухо заглянул вниз живота быстренько пощупала это длилась минуту минута полминуты рентген смазанный короче вот пойду сегодня в нашу мне очень нравится как здесь врач врачи осматривают они прям подробно очень долго и осматривают руками все пульпируют полностью и зубы посмотрят и глаза даже если ты не просишь и всегда температуру мерят там не померили послушают спросят вообще про поведение очень подробный всегда осмотр это длится достаточно продолжительное время поэтому пусть сначала его посмотрят я покажу еще те анализы которые нам сделали в той клинике я попросила чтобы мне их распечатали попросила потому что там они в той клинике создают просто электронный кабинет и туда все прикрепляют мне так не очень удобно это во первых ну потому что я знала что я в любом случае пойду с этими данными еще в нашу клинику я планировала если гуси вдруг не поможет то что они сделали то на следующий день я бы сразу пошла в нашу тоже с этими данными вот ну слава богу все прошло у него больше не повторяется такое состояние носится как бык здоровый как здоровый бык я извиняюсь что не смотрю в камеру мне просто очень мало времени надо успеть дорисовать себе в брови без бровей как-то не то не фонтан раз уж лицо нарисован либо уж тогда ничего не рисовать так ничего я говорила вот а в кабинет в этот в электронный тоже мне пришлось ему еще я вам в тот раз еще говорила что созваниваться потом пришлось с ними несколько раз потому что они не прикрепили в кабинет сначала одну бумажку потом я смотрю них но я запросила по телефону когда разговаривали там то-то то-то не вижу где-то находится проверьте пожалуйста там прикрепили вы или нет я просто не знаю кто этим занимается у них может автоматически поэтому попросила врача раз уж с ним разговаривали проверить он говорит вроде как все есть я вороноке и я сейчас зайду посмотрю потому что мне это надо эти данные нужны за гайзму это уже не знаю какой по счету кот и собака которых мы стерилизуем или кастрируем поэтому я думаю все пройдет хорошо тем более в этом состоянии пока он будет вяленький я смогу ему хотя бы хорошенько постричь ногти потому что прям по нормальному все разом у нас не получается у него постричь можем легко постричь кроки потому что я его с детства приучила к этому с пирожком приходится чтобы эдик его чесал отвлекал чтобы он был занят своим очень приятным делом и вот в этот момент я ему стриму чернух шоу мы даже не пытаемся стричь это нереально она вообще против ее прекрасный маникюр каким-то образом уничтожать кстати вот многие девочки у нас было за последние пять лет три кошки и ни одна ни при каких обстоятельствах даже чуть-чуть даже на миллиметр не позволяла это просто у тебя будет прокусан палец насквозь это прям серьезно потому что были такие случаи у меня вот этот палец был прокусан он потом черный был несколько месяцев и все это была последняя попытка и так себя ведут все три ну чернуша она конечно не кусается никогда нас не кусает но она такая знаете скользкая вертлявая и ты ее просто не удержишь это вообще без вариантов точно также практически как запихать ее в переноску поэтому мы ее собственно на руках и переносим все хватит болтать я одета накрасилась до конца я не стала сильно краситься потому что ветеринарку куда там просто вот легкий легкий макияж никого не бывает своим видом бледным непонятным оделась тепло у нас похолодало так нервная еще никого не выдела ветеринарку мне гуси не захотел в переноску залезать я вот как его не заманивала всякими вкусняшками видимо прошлый поход ему не понравился а ему там такой больной укол поставили он там весь шипел забился в угол да может быть из-за этого в принципе может быть боится что куда-то его непонятно куда везут не залез я его закрутила просто ну там у меня в переносках лежат мягкие такие ткани как пледы очень плюшевые которые такое любят небольшого размера как раз для того чтобы как лежанку использовать для переносок но вы у меня видели их не раз в общем я в нее закрутила взяла его на руки переноску в руках когда тебе надо это просто очень быстро сделать начинаешь немного нервничать он сильно сопротивляется прям у него сила какая-то лапы несгибаемые становятся я их пыталась как-то загнуть не пробовала засунуть его так как ветеринар делал я не помню точно как он делал него так ловко получается как-то лапы берет и как-то то ли спиной и залеза засовывал его у меня ничего не получилось думаю ладно уже опаздываем поэтому не буду даже с этим морочиться просто взяла его единственное в таком случае очень важно конечно когда в саму ветеринарную клинику приходишь никуда чтобы он не становился лапами потому что легко подхватить любую заразу вот пирожок ринотрахеид по моему у нас так и подхватил это не факт но вполне вероятно потому что ветеринарная клиника это место особой опасности как и человеческие клиники до больницы потому что там больные люди находятся там все они хотя конечно обрабатывают но ты от всего не почти не этом не обеззаразить что невозможно вот в общем я такая немножко в стрессе но я не могу сказать что это стресс конечно это так просто из-за того что торопишься просто быстро 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 поэтому такое состояние было в общем начали мы его осматривать он успел его полностью осмотреть врач все проверил ну кстати возраст подтвердил вот и есть я не знаю может быть так клиника просто мне не понравилось именно тем как предыдущая я имею ввиду подходом как они формулировали все свои предложения и тип подачи может быть там и нормально я не знаю просто мои такие ощущения вот значит по состоянию все проверил и вот в конце когда мы уже должны были переходить к какому-то этапу обсуждения я думаю что да мы уже должны были к нему постучалась в кабинет девушка но медсестра скорее всего по моему она сказала что там срочный случай а там дверь как раз она открыла я увидела что стоит молодой человек с собакой собака живая слава богу в общем попала в аварию понятное дело мы сразу с гусей вышли потому что как бы с нами ничего вообще не происходит у нас просто рядовая процедура меня не даже не стала ничего спрашивать мы пошли собаку запустили с хозяином вот дальше как мы договорились уже с медсестрами дальше я разговаривала мы договорились что вот они его сейчас забирают сделают ему вакцину потому что у них здесь система такая можно конечно его чтобы мы провели вот эту операцию ты его сразу забираешь в таком состоянии в принципе мы так делали много раз делали все было хорошо но имеются определенные риски поэтому они конечно сказали что вы можете так сделать можете оставить на дневной стационар но в этом случае нужно чтобы был код ну или там кого кастрируют а неважно ли стерилизует собака может быть вакцинирован потому что это риски и для вашего животного до кого вы сдаете может от кого-то заразиться чем-то и это риск так как ты не вакцинируем ты можешь чем-то болеть тех кто у них находится там уже на лечении на каких-то процедурах или еще что то я не знаю как правильно называется в общем ну и в законе кстати есть какая-то поправка на эту тему в общем можно сделать так то есть поставить вакцину и оставить его в стационар либо можно стационар тогда это будет какой-то отдельный от всех он платный дополнительно тот он бесплатный ну короче вот три таких варианта выбираешь сам вот я решила что все-таки сделаем вакцину потому что все равно нам надо делать вакцину это нам и в будущем пригодится и вообще всем надо делать короче заведут ему паспорт и получается когда делаешь вакцину тебе вот нам сейчас поставят ее дальше должна быть ревакцинация через 3-4 недели и она уже будет вместе с прививкой от бешенства потому что у нас но я вам уже говорила сейчас такая опасная ситуация объявлен в некоторых районах карантин а так в принципе обязует всех животных в срочном порядке ввести на вот эту вот от бешенства вакцину нам ее поставят вместе в момент ревакцинации всех остальных нам нужно будет отдельно нести но у нас здесь рядом это наверное тоже наш район считается но физически очень близко находится как это называется ветеринарное управление по-моему я вот в том видео где рассказывала про бешенство говорила правильное название в общем там всем ставят бесплатную эту вакцину я вот не знаю они как-то но они наверно отличаются я так думаю и может быть не всех вакцина вечером у нас еще пирожок сегодня пойдет но пирожок пойдет на осмотр по поводу вот этого подозрения нас где-то примерно через час нам должны позвонить сказать проснулся гуся точнее когда он проснется вот тогда они нам позвонят мне я дальше не знаю если честно что там как будет происходить потому что в этой панике в этом там все забегали сразу еще медсестра пришла да по поводу строго такого вот нервного похода это я имела ввиду то что я вот эту собаку увидела так так плохо у меня голова соображает мне еще после этого пришлось заполнять договор писать там все данные господи я надеюсь они прочтут что и там свои трясущейся рукой написала но в принципе у них таких договоров со мной заключенных на разные процедуры уже много мы же туда сколько лет уже ходим но если что спросит я надеюсь читабельно получилось так что я пока жду звонка и скорее всего они пригласят меня подойти я пока еще даже ничего не оплачивала сказали оплачивать после сижу тут со спотифиломом один раскрылся а вот второй он он сзади маленький еще зачаточном состоянии вот поставила сюда просто чтобы солнышко на него светила получше до конца раскрылся и большой тоже до конца раскрылся так вам наверно его не дай вам его не видно вот он сам куст вот он а цветок у него а нет видно вот у меня просто тут кнопка на экране находится вот вы видите да это он жуля собирайся кстати забрал гуся пирожка лежанку переноску точнее придется жули этим этой в крокиной не знаю как он к этому отнесется очень плохо потому что в смысле ситуация не очень хорошая потому что крока постоянно в своей переноске лежит как в лежанке он уже это практикует несколько недель не знаю в чем прикол вот но если сейчас там будет лежащий какой-то другой код не будет ли он ругаться но если что по стираю опять лежанки эти вот все тряпочки думаю ничего он короче мне надо что-то делать со своими нервами я такая вообще стала последнее время илья всегда такая паникер прям меня накрыло я если честно прям у меня мозг отключился нет я конечно соображала полной мере если смотреть ну так нельзя нервничать вообще очень странно у меня такой как это назвать психотип если какая-то ситуация я прям если это касается не меня и ответственность за какие-то действия находятся не на мне лежат не на мне крока ты сейчас про эту дырку прокопаешь я сейчас приду сама уберу пока я не приду он не остановится это может длиться час сейчас сейчас я приду если я знаю что у нас в ситуации ответственность не на мне находится то я прям впадаю в панику у меня все трясется я это сулю ну как бы я не начинаю плакать но у меня я чувствую что подкатывает все хотя может быть и не только подкатывает всякое бывало но в другом случае если ответственность на мне я понимаю что нужно какие-то действия срочные предпринимать все у меня прям какое-то дикое хладнокровие сразу же так 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 надо это то сделать начинаешь делать потом когда уже ситуация завершаются все действия от тебя зависящие ты сделал садишься все на тебя вот это вот все накатывает и ты все все весь спектр эмоций разом ощущаешь не вот поэтапно раз на тебя груда и ты прям как вот этот как тебя плитой прибила бетонной сидишь под этим котики забились тут между горшочками лежат много не понимаю что происходит я когда вы все пытались запихать потому что они сидели рядом смотрели что происходит что происходит а солнце сегодня такое сильное и вот они видимо заодно лежат и греются отдыхают бедолаги места им нет тут поваляться но на самом деле их особо сильно не смущает они когда им места не хватает они берут горшок вот туда за него ложатся а горшок сдвигают и вот конкретно этот у меня один раз висел тут уже частично в воздухе поэтому находит варианты гуся прям поверх котов ложится обычно он такой сильно не церемониться и крыка уже тут бедненький лежит тоже что ж такое что ж такое снимала вот этот вот чехол который шел на диван это именно от квартира съемщик как его квартира дать или короче тот кто сдает нам квартиру вот этот чехол тут был я конечно представляла что там диван такой убитый ой ну короче когда я сняла этот чехол я даже не стала вам снимать потому что вы наверное испугаетесь просто не засыпалась вся квартира он там под зам под кожзам и почти весь ободран он дико сыпется я квартиру чистила после этого полы три раза потому что нереально сыпется вот я все перестирала постельные все перестирала уже не знаю какой комплект по счету сейчас пока еще новое не застелила просто плед лежит потому что я пока не уверена что гуси ничего не натворит или сейчас вот я его принесу он же тоже будет такой немножко в непонятном состоянии может случиться все что угодно поэтому пока так потом уже застилю но я сегодня понятно дело застилю когда он придется на мой мальчик мы шли у него махнутые ножки грумеру когда носишь когда стрижку делают они конечно это подравнивают убирают но я не думаю что это и мешает как-то и он будет очень смешно пока никто не жаловался ждут где же гуся когда придет я сижу пока ничего не делаю просто пью кофе кофе и не конфетку вот у меня такая кстати я же все еще занимаюсь пополнением списка действительно очень вкусных конфет ну по крайней мере я на свой вкус понятное дело подбираю но я заметила за что последнее время на его годы последние пару лет вот так стали появляться действительно вкусные конфеты которые на вкус не химически и вот мое последнее открытие конфеты которые меня поразили кто помнит раньше продавались батончики такие чудо но они сейчас наверно продаются вот именно в таком варианте это вкусная вещь а есть еще очень много в виде конфет они как бы визуально похоже да тоже там вот это вафля как она называется такая коробочка из вафли внутри которой находится какой-то крем чаще всего шоколадные и внутри там ну в основном рисовая такая круглая штуковина и они были невкусны потому что мне кажется что это вафля и вот эта вот штука внутри круглая они как будто бы сухие пересохшие и это неприятно когда идет такая пересохшая грубоватая островатое в смысле можно порезаться иногда в сочетании с мягким кремом или для зубу и короче на зуб когда попадает мне очень приятно а я нашла реально классную альтернативу вот так вот это выглядит свите такая же система тоже это вафля коробочка но она здесь свежая прям вот чувствую что она недавно как будто бы сделана я не знаю у нее скорее всего просто само тесто отличается очень сильно крем очень густой неприторный и такое ощущение что это натуральный шоколад я если честно в шоке и ты его ешь и там вот такая вязкая теплая почему-то теплая текстура у меня такие ощущения очень вкусно это последнее осталось у меня конечно к ты несколько штук утащили потому что конфеты это классная игрушка и не надо с ними обязательно сначала утащить много штук потом везде спрятать под диван и там за шкафы вот это вот я выковырила за шкафом я не знаю кто производитель я не могу понять здесь по ходу не написано только я отключила видео прошла одна минута и мне позвонили сказали то что гуся проснулся можно приходить его забирать то есть стационар ему уже почему-то не нужен ну ладно у меня собралась взяла все документы на всякий случай мало ли пригодятся и пошла солнышко все еще очень сильно светит ой я надеюсь а солнце стабилизируется постоянно будет правда я в телефон ничего не вижу кроме черного экрана надеюсь я попадаю там в кадр я надеюсь она будет уже постоянно светить хотя бы часть дня тогда у меня вернется томас будет лучше настроение я хоть смогу гулять потому что когда так все пасмурно и холодная очень погода и ветреная особенно сильно не погуляешь на улицу выходить не охота я еще такой человек который на улицу ходить не любит два в одном вот я считаете сейчас включила камеру это я еще у дома дома была я уже подхожу к ветеринарке очень удобно когда он так близко просто идеально очень жалко будет только вот по этому моменту уезжать отсюда больше не почему не жалко вот только то что ветеринарка мы как-то рассматривали вариант уехать за город дом там либо строить либо приобрести не знаю только еще маленькие маленькие задумки такие были я очень сильно переживала насчет ветеринаров потому что там точно не будет хороших и вообще близко не будет это надо будет соседний большой город ехать а так как мы постоянно ходим это неудобно и мало ли какие-то экстренные случаи у нас же бывает такое допустим у жули когда глаз выворачивалась куда ты там три часа будешь ехать особенно если это ночью до екатеринбурга о боже а тут вышел через дорогу перешел и красота посмотрим как оно будет мы же еще не знаем вообще куда дальше двигаться даже так на все я захожу гусеночек как-то там идем домой вот мы дома сейчас я включу свет так гусенок о поп-оп-оп перевешивает выпускать выйдет сам нет так маленький опа опа господи так сейчас я сниму зайду он похож полностью проснулся просто у него еще мышцы боже ты чё так боишься то все его положу куда-нибудь ничего бегать так тюну что тоже у нас после операции пыталась носиться а не надо что не дает вообще подойти даже боится и тогда я ему вот сюда положила лежанку он на нее наткнулся и сам лег не буду вот это трогать раз он сейчас людей боится так сильно но даже в таком состоянии смотрите пытается туда-сюда такой активный господи гуся можно я тебе помогу помогу нельзя помочь вот смотрите на кухню я ушла он сам сюда пришел и уже разрешает гладить не знаю может он просто обследовал территорию почему он так или может он меня не сразу узнал и мой маленький тебе бы попить а чё там за штучка подожди что за фигня так надо подсыпать ему свежий корм не успокоишься мальчик эти конечно не понимают пытаются нюхать швы они понимают что дело там где-то что-то там не то ой ой так не ой кай ну ничего он на самом деле нормально выглядит нет у него такого коматозного прямо состояния как было с чернушей с другими котами нам вообще объяснили что они прям сами стараются вывести их быстрее из-под наркоза потому что это для них вообще ни разу не отдых на организм нагрузка очень высокая нарушаются все процессы поэтому это нельзя считать сном и что котик там отдыхает во время наркоза нет как можно быстрее надо оттуда его выводить чтобы все восстанавливалось время уже третий час так что я могу успеть за это время сделать потому что в 16.30 если я не ошибаюсь у нас прием уже с пирожком будет сейчас я посуду помою на салат успею сделать я все хочу этот салат с рыбной консервы сделать надо мне для этого сварить рис и яйцо блин а у меня только одна кастрюлька я сначала сначала рис сварю по крайней мере подготовлюсь потом я смогу его переложить помыть кастрюльку и сварить там яйца яйца варить недолго их сильно остужать не надо ну если что на балкон вынесу и можно будет собрать уже к эдико приходу салат по-быстрому в принципе готовить ничего такого не надо особо я вчера запекала курицу с картошкой в рукаве в духовке суп у нас есть доели мы по-флотски я делала по-флотски и делала еще лапшу терьяйки это мы доели поэтому сегодня думаю салат а завтра уже можно будет что-нибудь приготовить надо подумать пюрешку давно не ели или хотя бы запеканку в духовке и шуля нет шуля нет не играй нет нельзя играть сейчас не играй пожалуйста гуси сейчас нельзя бегать жуля ты зачем на него сам лезешь наконец-то он лег в эту лежаночку а то и жуля начинают с ним играть а он сейчас вообще не в состоянии по крайней мере понятно что жули эти игры тоже нравятся не только он там страдает но гусеньки пока надо покой поэтому пусть лежит спит надеюсь заснет потому что он все носится падает и носится а эти у нас тут солнечные ванны принимают сейчас солнце стало часто да и она вот светит по крайней мере днем в эту часть у телевизора и крока сюда постоянно так ложится смешно чернушка рядом тут жуля который все пытался на гусю напасть пока ничего не трогал видимо сейчас еще не болит эх не успела жуля только что стоял эту пирамидку избивал видимо раз гуси нельзя играть то хотя бы и и полуплю ой нет 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 жуля и гуся конечно заинтересовался сразу как же тут игра и без него какая тебе игра гусенок лежи не поседа ты моя боже кроме того что у него ноги заваливаются я вообще никаких признаков не вижу если честно того что у него был наркоз классно солнышко да ой а у вас пушок еще там подшерсток наверно жарко хотят на балкон и я их на балкон пока не пускаю потому что жуля сразу начинает чихать у него иммунитет вообще слабый но сегодня будет бесконечное видео на восемь часов да все только болтовня решил основательно подкрепиться и заодно тут крок из чернушей и жуля там на столе ест начал активно интересоваться швом пытаться вылизывать видимо ему что-то мешает а у нас еще пока нет воротника поэтому позвонила только что ветеринарку просила перенести прием с пирожком боюсь все таки гусю одного оставлять эдик к этому времени еще прийти не успеет лучше я тут понаблюдаю по отвлекаю его а завтра уже с пирожком сходим боже какой голод это он уже третью миску так очищает сначала была вот эта я потом добавила вкусняшек чуть-чуть крока ест а гуся подчищает вот эти уже конечно сумасшедший голос так организм работал в таком стрессе после стресса же вообще есть хочется поэтому давай подкрепляйся у тебя будет больше сил сопротивляться мне ты конечно плохо но тебе хорошо слушайте прям как бешеный ест реально может он и есть бешеный иногда у меня есть подозрение что он реально бешеный но нет он просто активный молодой котик там все сыпется смотрите вот там накидал вон хрюшенья не кот а хрюшка ну вроде для салата все готово я сейчас начну с рыбы потому что я не знаю сколько на такое количество рыбы нужно риса яиц и так далее так перекладываю и получается у меня ее вытащить целыми кусочками потому что я не смогла нормально открыть банку я тут еле как полчаса двумя видами открывашек пыталась ее вскрыть полностью не смогла так разомнем все сейчас яйца натрем у меня там гусенок проснулся он заснул наконец-то а то все ходил вот так ходил пытался шовчик вылизывать раз я ему не даю все время отвлекаю он пошел спать психоновый пошел спать сейчас вот проснулся пару часиков поспал сейчас рис добавлю с майонезом смешаю посмотрю надо будет еще уменьшать рыбный вкус если надо еще яйцо добавлю у меня еще два в запасе я опять сварила вон они сидят умываются какая вкусная та эта рыба кракуша на пару все сточили сумасшедшие умывайки Жуля сделай как ты делаешь прям ооо когда дико вкусно он все время так делает надеюсь вам было слышно пустые тарелки облизывают по второму разу вроде уже умылся а все снова тарелки пошел облизывать мы никогда консервы ему еще не давали поэтому балдеет товарищ я вижу что рыбы много сейчас добавим и яйцо и рис ну да получается вот так вот многовато наверное даже добавила все пять яиц и еще рис я подбавила и майонез сейчас буду пробовать эта штука не очень сильно хранится я думаю поэтому придется нам интенсивно есть ну вот сейчас вечером эдик поест я думаю капустный суп очень вкусный получился в этот раз капустный суп но он не очень сытный потому что там в основном овощи я сильно его не пережаривала он получился легкий овощной с курочкой вот и чтобы он наелся как раз я ему дам еще вот этот салат он точно наестся потому что он очень плотный я его съем в качестве бутерброда вот как в тот раз мне понравилось на завтрак один или полтора обычно утром я больше не могу съесть если я ем именно бутерброды вот и наверное придется в качестве обеда ну посмотрим это еще зависит от того что я завтра буду готовить и в какое время если это будет происходить как раз тот период когда я еще ничего не ела я конечно поем свеженькое вот ну а это там может ложечку в промежутке где-то я днем если честно вроде нету такой прям адской загрузки что у меня нет возможности сесть вижу я там эти медицинские карты свои и свою игущину теребит но у меня не всегда хватает времени днем поесть поэтому бывает так что мы вот утром с Эдиком позавтракали потом у меня может быть второй завтрак уже полноценный там творог вот например я поем с кофе и все потом до его прихода я могу кофе там с конфеткой попить и все каждый раз и все ну не знаю вроде чего такого не делаю а поесть не всегда получается иногда получается все по-разному так ну ладно все сейчас получается вот эти вот тарелки которые кошки тут наели я их помою посуду я уже помыла перед тем как приготовить но соответственно у меня образовалась новая вот ковшик тарелочки открывашки два вида терка сито все пошла все это мыть потом дождусь Эдика мы поедим попьем кофе и будем отдыхать надо будет с гусей позаниматься еще немножко потому что к тому времени он спать не будет это точно ну все мы с вами увидимся завтра спасибо что были со мной завтра пойдем снова с пирожком только уже с пирожком но снова в больницу пока пока жулечка решил поддержать гусю лежит рядышком хотя бы гуся перестал свой шов трогать поел сейчас лежит молодцы прошлый раз когда жуля болел гуся его поддерживал прям вот за шею взял обнял его и прижался и так они лежали вместе а сейчас наоборот настоящие друзья да однако два а и